Всем привет! Я рада вас приветствовать на своей кухне. Сегодня будем делать безмастичное оформление торта. Тему я определила сама, это детская тема. Детские торты я люблю оформлять больше всего. Итак, начинаем оформлять торт. И для этого крема мне понадобится сливочное масло, обычное сливочное масло, в состав которого входят только постерилизованные сливки, 72%. Дальше творог. Творог 9%. Обычно я беру пачками 200 граммовыми и смотрю на пачку. Если с нее прям вытекает сыворотка, значит я такой творог не беру. То есть суховато должен немножечко быть творог. Дальше идет молоко сгущенное обычное и сахарная пудра просеянная. Все, можно приступать к изготовлению крема. Сливочное масло ставим взбиваться на самой большой скорости миксера вместе с сахарной пудрой. И в это время, пока у меня будет взбиваться сливочное масло, я блендером тщательно, очень хорошо перебью творог вместе со сгущенкой. 7-10 минут и масло с сахарной пудрой превращается вот в такую вот пышную массу. Теперь смешиваем обе эти массы лопаткой. Можно это сделать на самой маленькой скорости миксера, но сразу предупреждаю, крем очень легко перебить, поэтому лучше не рисковать. Лопаткой тоже вполне хорошо все перемешивается. Продукты должны быть обязательно все комнатной температуры. По поводу творога хотела еще добавить. Я покупаю творог, срок годности которого не больше семи дней. И если уже прошло половина срока годности, предположим, три дня назад он был изготовлен, я уже такой не беру. Но вот вчерашний или вот сегодняшний, это обязательно. Поэтому покупаю творог местного молокозавода, представители которого каждое утро привозят свою продукцию в магазины наши. Все. Вот такой вот плотный крем получается, который отлично держит форму. Я его делаю очень часто и все свои кремовые торты я выравниваю именно им. Можно приступать к оформлению торта. Достаю тортик из холодильника. Он у меня отстоялся, пропитался всю ночь. Вот такой вот красавчик он у нас получился. И теперь нам нужно его покрыть черновым слоем крема. То есть собрать все крошки. Если крем вы будете использовать не сразу, то накрываем пленкой в контакт и отправляем в холодильник. К примеру, если вам нужно куда-то отъехать, ну не сразу вы будете оформлять. Затем достаем из холодильника и буквально, ну где-то полчасика вот он у меня поставил при комнатной температуре. Почему именно в контакт? Чтобы не было конденсата. Все, убираем и начинаю выравнивать торт. Повторюсь, это черновой слой крема. Поэтому наша задача здесь собрать все крошки, чтобы потом следующий слой мы уже ровненький, красивый сделали. Этот торт не будет никуда переезжать. То есть транспортировку он переносить не будет. Поэтому я сразу выравниваю крем. Если я делаю торт, который должен будет поехать куда-либо, то сначала выравниваю ганашем, затем уже кремом. Убираем все излишки. Вот эти излишки, которые с крошками, их лучше в основную чашу с кремом не перекладывать, иначе испортите крем. Убираем торт в холодильник для того, чтобы этот слой крема черновой он застыл. Пока торт будет стоять в холодильнике и верхний уже слой крема будет застывать, мы займемся приготовлением леденцов, которые будут оформлять верхушку торта. Для этого мне потребуется сахар, вода и глюкозный сироп. И есть информация, что можно заменить на кукурузный сироп, либо инвертный сироп. Я ничем не заменяла ни разу, поэтому не знаю. Делала только с глюкозным сиропом. Все смешиваем в одном сотейнике и ставим на огонь. Огонь должен быть чуть больше среднего. После того, как наша смесь закипит, провариваем 8 минут. Смесь достигает 150 градусов и тогда уже снимаем с огня. Все, после того, как смесь достигла 150 градусов, снимаем с огня. После того, как сняли с огня, больно усердствовать ложкой не нужно, так как могут получиться мутные карамельки, леденцы. Нам нужно, чтобы они были полностью прозрачные. Если у вас нет термометра, в описании я более подробно опишу, как можно еще узнать, готова ли карамель. Теперь ложкой на коврик силиконовый или на тефлоновый коврик мы в одну точку стараемся наливать карамельку. Сразу же вставляем шпажку и немного ее проворачиваем. Готово. Дальше работаем очень быстро, потому что она охлаждается и могут не получиться карамельки. Посыпки можно использовать любые. Даже я читала, что можно также заливать карамелью вафельные картинки, но я не пробовала пока еще. Чтобы красивые ровные получались, желательно, говорю, вот в одну точку ее вливать и тогда они ровненькие получаются. Буквально прошло две минуты и карамель уже полностью застыл и работа с ней уже невозможна. И также я читала, что ее можно опять же подогреть на огне и она опять готова к работе. Вот какие у меня получились карамельки после того, как я подогрела еще раз и я вот вымешивала. Больно часто и они вот такие вот мутные получаются. Я не скажу, что прям это совсем прям так некрасиво, но хочется, чтобы они были прозрачные, как стекло. Оставляем наш сладкий декор в покое минут на 15, а пока займемся боковиной торта. Я буду сегодня рисовать на тортике и вернее на креме и мне нужно будет вот такие вот концентраты. Это сливочное масло, окрашенное жирорастворимыми красителями K-Colors. Цвета я брала коричневый, ну соответственно зеленый, красный и синий. Синий сейчас скажу какой. Вот этот вот синий. Индика Кармен синий. Он самый красивый цвет получается. Как я делаю такой концентрат я уже показывала в одном из своих видео. Я там окрашивала шоколадный крем. Рисовать я буду кисточками синтетиком. Обязательно берем синтетику, а не натуральный ворс, так как натуральный ворс лезет из кисти. Беру немного творожного крема для того, чтобы разбавить немного краситель, если, например, меня немного не устраивает свет. Допустим, мне нужно будет сделать переход от темного к светлого коричневого и окрашиваем его кистью. Рисуем на холодном торте. Торт у меня полностью уже выровнен, постоял достаточно в холодильнике. Пока у нас не выступил конденсат, ну он немного на этом креме все равно выступает, но потом испаряется. Мы начинаем рисовать. Если вы чувствуете, что кистью уже немного уже продавливается поверхность, то убираем в холодильник опять, чтобы основной крем не тянулся у вас за кистью. Леденцы готовы. Тортик готов. Можно приступать ко формирую. Как узнать, застыли ли полностью наши леденцы? Если к пальчику не прилипает, значит все нормально. От коврика они отлепляются довольно-таки легко и вот если видно, они полностью прозрачные, то есть не мутные получились, как у меня в тот раз. Здесь даже пузырик так красиво смотрится. Если все-таки пальчик прилипает и они у вас никак не могут застыть, значит сироп был сварен неправильно. Абсолютно произвольно вставляем леденцы в тортик и еще я буду использовать меренги. Вот такие вот цветные, распрекрасные. вот такой вот милый и не скажу, что очень сложный в оформлении торт получился. Заготовки эти можно сделать все заранее. Если вы боитесь сразу рисовать на поверхности торта, то можно сначала порепетировать допустим на бумажке или же в любом случае какой-то где-то косяк вы можете скрыть кремом. также кистью наложить творожный крем. На сегодня у меня все. Я как всегда желаю удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго!